Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы задаете. Помогите, подскажите, работаю в организации уже 3 года. Последние полгода директор ведет себя отвратительно, из-за этого я решил осменить работу. Сходил на собеседование в другую компанию, там меня пригласили работать. Я сказал, что заработаю до нового года и приду. Они мне звонили на днях, я сказал, что написала заявление и точно приду. Мне приготовили квартиру, женщина тоже написала заявление, уступая мне место. Она пенсионерка и давно хотела. Случилось так, что я переговорила с директором по-хорошему, с директором по-хорошему, и меня уговорили остаться. Хорошо повысили зарплату. На новом месте я столько не заработал. Что мне делать теперь, получается, я привела людей, тем самым оставив место в крупной компанию, без очень нужного специалиста. Сейчас не знаю, как сказать, готова сквозь землю провалиться, и самое неприятное, что я до этого один раз звонил и просил с ним на работу. Можно сказать, после каждого совещания, когда генеральная изводила нас. Что мне делать? Ну, смотрите, в первую очередь, что делать, чтобы что? То есть, ну, вы как-то вот сформулируете цель. Что делать, чтобы что вы хотите? То есть, как вам поступить в этой ситуации, ну, мы вам не подскажем. Потому что мы психологи, вот, не даем советов. Поэтому, в этом смысле, посоветовать вам что-то, по большому счету, означает сохранить ту модель поведения, которая у вас, ну, в общем-то, уже присутствует. Я бы мог, пожалуй, обозначить несколько проблем, которые, как мне, кажется, довольно важны в этой ситуации. В первую очередь, проблема касается того, что вы не очень понимаете, чего вы хотите. То есть, грубо говоря, я не знаю, чего я хочу до конца, не очень, не очень понимал, чего я хочу. Вот. И, поэтому меня мечет, как бы, из стороны в сторону. Поэтому разобраться, разобраться в том, на чего вы хотите. Разобраться со своими приоритетами. Разобраться со своими приоритетами. Вот. Это первый важный момент. Для этого необходимо развивать внимательность к себе. Все, если у вас внимательности к себе нет. Так? Вот. Это первый аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Следующий аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы смешиваете профессиональные отношения и отношения личные. Вот. Это большая проблема. Потому что не получится угодить все в этом смысле. Вы не сможете добиться чего-то на работе. Да? Если будете думать о людях. Как бы вот цинично это не звучало, но это так. И напротив, думая о людях, вы не сможете чего-то добиться на работе. Ну, потому что как бы ситуация такова, да, что неверно, неверно расставленные приоритеты всегда будут вас как-то вот тянуть в этом смысле назад. Тянуть вас вот на дно, условно говоря. к сожалению. Вот. Следующий момент. Вы говорите о том, что меня уговорили. Здесь вы как бы о себе повествуете с позиции воздействия на вас. Ну, кого-то, да, то есть вас уговорили. А при этом вы не замечаете того, что вы сами, например, хотели уговориться. То есть это вот было как бы, ну, ваше желание уговориться. и этого вы как мне кажется не замечаете. То есть вы не замечаете того, что вас уговорили не просто так, а потому что вы сами этого хотели. Но вы как будто бы отказываетесь признать, скажем так, свой выбор. Вы отказываетесь признавать, что я выбрала вот, ну, грубо говоря, какое-то место или я выбрала какую-то работу и так далее. не так, не так в данном случае это важно. Понимаете, да? то есть здесь вот здесь один из ключевых моментов и заключается в том, что вы к себе относитесь вот так. То есть вы относитесь к себе вот таким образом, что это меня уговорили. Понимаете, что это вот не я, ну, не я сама, не я сама, да, решила как-то поступить, а меня уговорили. И на мой взгляд это вот довольно серьезная проблема. Потому что в этом аспекте вы отказываетесь от своей ответственности. Когда человек отказывается от своей ответственности, он попадает вот в ловушку. В ловушку того, как бы, что он там кому-то должен, что он чьих-то желаний не оправдал, вот, и так далее. То есть можно сказать с уверенностью, можно сказать с уверенностью, что ситуация стала возможной благодаря вашему отношению к себе. Да, такому вот. Ну, в некоторой степени обесценивающему. То есть вы к себе относитесь вот так вот, игнорируя. То есть вам не работать хотелось в другом месте, что была именно вот в директоре, с которым у вас не получалось устраивать отношения. Вот. То есть это ваш вот подход. Подход к решению проблем. в данном случае я бы сказал, что этот подход в решении проблем выглядит как избегание этих самых проблем. что тоже негативно на вас сказывает. Что логично. Учитывая то, как вот протекают обычно и как протекают обычно и какие-то рабочие моменты и как человек на проблемы реагирует. Понимаете, да? То есть это все вот нормально. Нет в этом какой-то нормали. Поэтому вопрос здесь в том, чтобы признаться себе в иерархии ваших приоритетов. Вот. Сейчас вы всячески стараетесь этого избежать, игнорируя собственные приоритеты. то, что фактически для меня важно. Вы это игнорируете, вы этого избегаете сейчас. Вот. И отсюда как бы проблема, потому что из из ваших действительных приоритетов складывается позиция, за которую вы отвечаете. любая позиция, любая позиция, она выстраивается на приоритетах. понимаете, да? И если эти приоритеты не определены, то и позицию сложно выстроить. позицию, то сложно за нее ну как бы нести ответственность. Понимаете, да? Какая штука. Вот так это пример и работало. Вот таким образом примерно это работает. И никак иначе. Поэтому сейчас, чтобы вам лучше понять, чего вы хотите, на мой взгляд, крайне важно определиться со своими приоритетами. Вот. И обязательно заняться психотерапией для того, чтобы подтянуть вот эти аспекты, о которых я сказал. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, будем рады вам помочь. до встречи. Продолжение следует...